Здравствуйте, в студии с нами редактор критической группы СОКИНО Арген Адилюлу. Здравствуйте, Арген. Здравствуйте. Мы приветствуем вас в студии Азатэка. По случаю Дня кино мы хотели бы узнать ваше мнение о состоянии кыргызского кинематографа. Расскажите, пожалуйста, как можно охарактеризовать кинематограф в Кыргызстане? Кыргызстан, именно кинорынок Кыргызстана, развивается по своей, так сказать, уникальной траектории. Если с учетом мирового рынка говорить, конечно, до Голливуда нам далеко, до мировых школ нам далеко, но просто если взять территорию СНГ, после развала Советского Союза все эти маленькие страны, у них киношкола не развалилась. Они вот эти учения, киношкола, она продолжала сотрудничать, продолжала набирать именно молодежь. А у нас так получилось, что наше старшее поколение в кино, она забыла про молодежь. Она вот пытаясь именно выжить в то время, после развала Советского Союза, у нас произошло такое отделение старшего поколения и нынешнего молодежи. Про нас вообще не думали, нашим обучением как таковым никто не занимался. Но вот этот разрыв нам позволил выстроиться в другую линию. Сейчас у нас мы можем наблюдать очень большое количество снимаемых в год фильмов. Конечно, там нельзя говорить о качестве, но количество у нас колоссальное. Это же количество отсутствует в других странах пост-СНГ. пост-Советского Союза, в странах СНГ, у них нету национального кинопроката. Он полностью отсутствует. У них не снимаются полнометражные масштабные фильмы, получается. Там есть, конечно, молодежь, которая вот именно училась, она продолжила контактировать со старшим поколением. Но вот это учение, которое, нельзя сказать, что советское учение было плохим, но оно было не готово обучить молодежь к капиталистическому режиму, к капиталистическому рынку. Невозможно, не смогла обучить. У нас же, получается, после такого 15-летнего застоя произошел резкий скачок, когда молодежь начала сама снимать. Но у нас есть свой национальный прокат, чем мы можем гордиться. У нас люди смотрят наши фильмы, получается. Последнее время в стране афиши буквально, можно сказать, пестрят рекламой именно очередного кыргызского фильма. Можно ли сказать, что киноиндустрия в Кыргызстане стала своего рода бизнесом? Она должна быть, скорее всего, бизнесом. То есть в рамках искусства ее бы не удержали по-любому, потому что новые реалии диктуют новые правила. Глобализация нас уже давно обняла, схватила и поглотила. И тут выстраивать линию нужно по-другому. И то, что вот сейчас пестрят в плане количества, но без качества, я думаю, это хорошо. Это определенный этап, через который мы должны пройти. В плане того, что как бизнес, да, настоящее такое сейчас у нас, что мы должны будем... То есть почему мы обратились в бизнес? Раньше за кинофондом следило государство. Но экономическое состояние нам сейчас не позволяет ждать помощи от государства. Куда идти? В бизнес. А в бизнесе всегда играют деньги главную роль. И режиссеру приходится снимать легкое, в кавычках, легкое такое кино, чтобы не обанкротиться, чтобы не проиграть и вернуть эти деньги обратно в бизнес-структуру, у кого он их брал, получается. И поэтому сейчас основной такой темп у киногруппы – это найти определенную сумму от 10 до 30 тысяч долларов. Дальше 30 тысяч долларов все уже боятся лезть, потому что не оправдывает, банкротится. И фильм у нас стоит только первую неделю. Первая неделя фильма – это та неделя, которая может принести деньги, и там все уже вот так дрожат, авторы фильма, потому что либо вытащат, либо обанкротятся, получается. И особенно большое влияние играет первые два дня. Если первые два дня как-то снижено, то все. А с учетом того, что кино – это сейчас бизнес, то очень большое финансовое влияние играет именно на так называемую пиар-компанию, на пиарную неделю, да? И это по финансам очень много проглатывает зачастую половину бюджета самого фильма. То есть, если, скажем, у нас фильм на 30 тысяч долларов, полностью бюджет, еще 15 тысяч долларов нужно найти на рекламу. Потому что весь упор будет делаться только на первую неделю. И поэтому у нас сейчас так много. Люди все равно смотрят, несмотря на качество. Люди идут. Ну, насчет людей тут надо очень осторожненько сказать, но сказать одну реальность. У нас аудитория в кино, да и именно в таком развлекательном масштабе или в медиа масштабе, у нас аудитория делится, строго делится на две категории. Категория, так сказать, низкого мыслящего, я не знаю просто это как назвать. Мы в кино очень грубо их по-другому называем. То есть, это называют зрителей Охшпазара. И для них есть фильмы, которые тоже у них такой ярлычок. То есть, это не я придумал, это у нас в киноиндустрии, говорится. Фильмы, которые ставятся в зале исторического музея. Но они как раз вытаскивают кассу, потому что у них аудитория больше, у них ничего такого сильного не надо, как и по драматургии в сценарии, так и в техническом плане. Требования невысокие. Вообще невысокие, получается. Но они вытаскивают, они не обанкрачивают. Поэтому, то есть, идут. Но и есть другая аудитория. Так сказать, умная, можно сказать. Не назовем их интеллигенцией, но которая все-таки хочет пищу для ума, получается. И снимать для них, конечно, режиссеры бы хотели бы. С большим удовольствием. Но не могут. Если сделать умное кино, это большой риск. Это автоматический провал. Потому что на нее кто пойдут? Так сказать, не городские, но в этом что-то ближе к этому, да? То есть, умные люди, так сказать. Но они все заняты. Из них можно притащить, затащить в кинотеатр только половину, да? Как вообще перейти, по вашему мнению, от количества к качеству? Хороший вопрос. И я думаю, это все-таки время. Это только в синхронизации с нашим народом может быть до тех пор, пока наш народ не устанет от всего этого мусора. Когда им уже надоест вот эта кино, так сказать, грязь, она сама потребует уже качества. И тогда режиссеры уже должны будут перестраиваться и требовать качества. И это временной все-таки этап. А пока что так. Но данная ситуация, она сама по себе очень хороша. Спасибо за интересную беседу и за то, что уделили нам время. До новых встреч. Спасибо.